Добрый вечер, уважаемые коллеги. Начинаем после матча, после конференции, после матча с Калакомотив. На ваши вопросы готовы ответить. Главный тренер хоккейного клуба Локомотив Ярослава Леонидовича Кавелко и капитан команды Егоровидовича. Сразу краткий комментарий по матчу Андрея Владимировича. Не получилось у нас сегодня. Первый матч у нас после длительных сборов таких. Их, наверное, в первых двух периодах были. Какие-то неплохие моменты, но в целом, конечно, с Кассиным мы были быстрее. И, в общем-то, сложно было успевать. И плюс много мы думали о том, что делать. Какие-то моменты новые мы вводим. И где-то не все у нас в взаимодействии получалось. Как сказать, на автомате, да? То есть много ребята думали, что делать. Поэтому отсюда, наверное, такой результат. Игорь? Мне чего добавить? Будем исправляться, делать угли. Разберем все. И это надо. Следующая игра будет другая. Андрей Владимирович, формула турнира поменялась немного. У вас впереди три матча. Скажем, о чем думать? И в целом говорить о этих условиях, насколько скомканно, измененно, а может быть, все было нормально из-за коронавируса подготовки к сезону вашей команде? Нет, у нас она, в общем-то, достаточно прошла в штатном режиме. В общем-то, у нас в Ярославле созданы все условия. Поэтому мы готовились и работали на базе, в закрытом режиме. Поэтому нам, в общем-то, удалось в этот месяц пройти всем составом и получить, скажем так, нагрузку и в полном обиде. А то, что изменился формат, ну, в принципе, большой разницы нет. Нам сейчас важно играть. Соска, хорошо, значит, соска должен играть. Добрый вечер. Хотел починить, даже не то, что по игре, а по поводу турнира. Как вас встретили, как, соответственно, условия, все ли в порядке, соответственно, как клуб себя чувствует и, соответственно, ну, все в целом, о, рядом, что с каким. Спасибо. В обычном штатном режиме прилетели, заселились, как обычно в гостинице. Каких-то новых моментов нет. Райдер выиграл? Ну, видимо, да, я его не заказывал. Все меры предосторожности, которые, в общем-то, сейчас предписаны, мы соблюдаем. Еще вопросы, может быть? Совсем не поигряю, точно, совсем не поигряю. То есть, что обсуждать, не было возможности вас этот вопрос задать. Вы успешно были в Борисе. Интересно было смотреть на команду. Какой для вас вызов сейчас в локоматех? Вы его возглавили и что это для вас? Новый вызов? Просто обычный тренер их меняет, когда там они плохо там провалят сезон. Вы отлично с Силом Борисе провели. И может быть подробность этого перехода? И насколько для вас не чужая команда? Да нет, ну, об этом уже говорили. Я уже давал интервью. Поэтому, да, здорово было в Борисе. Непростое решение было покинуть команду. Ну, в общем-то, для меня Ярославль, опять же, не чужая команда. Здесь завоевывали впервые и кубок. Я тогда это назвал чемпионат России. Поэтому, конечно, для меня это новый вызов. И мне это интересно. Большой был перерыв. Мы проделали большую работу в Новогорске. Объемную работу. Но было интересно, как ребята войдут, как будут себя чувствовать. Ну, вроде бы, все нормально получилось. Мы прекрасно понимаем, что следующая игра будет более тяжелая. И уже сейчас готовимся к этому. Добрый вечер. Пожалуйста, начните. Отрабатывался такой пас на Уэля, как сегодня на бой был по бразильской системе. И как сейчас мы увидим такое еще в игре? Ну, нет, конечно, он не отрабатывался. Это игровой момент. Это игровое, так сказать, мышление. Да, игровые навыки, которые у нас. У нас игроки подобраны именно такие. У нас простых игроков нет. У нас все играющие. Мы стараемся играть. Играть агрессивно, играть современный хоккей, мобильный, быстрый. Ну, это вот, так скажем, импровизация такая. Еще? Добрый вечер. Какие уроки сегодня в вашей команде не было вообще удалений? С чем это связано? С тем, что игроки настолько хорошо выполнили вашу стоматопу по дисциплине? Или же соперник в недостаточной мере заставлял ваших игроков ошибаться? Ну, скорее всего, это связано с хорошей подготовкой физической. Да. И что успевали игроки, были мобильные. И тем самым не проигрывали единоборство. Поэтому и не фаллили. Интересно, у традиций, во-первых, почему не брали, почему он пресс-конференция, с чем это связано? Потому что в наше время, когда там не приходит главный деление, это связано с коронавирусом. Он, например, в Бересе не сидел, в нем. Не смог он в рейсах прийти. И во-вторых, как вы относитесь к тому, что три раза придется играть к Киевску локомотива, одного из главных соперников на Западе. А сколько это поможет команду прокачать в сезон? Ну, у нас с Валерий Николаевичем все нормально, все отлично. Все у нас здорово, мы работаем. А то, что мы три игры с локомотивом, это замечательно, хороший соперник, организованный, будут интересные игры. Можно так сказать, плывов у нас продолжается. Да, и наоборот, мы рады, что будем с ним играть. Очень интересный соперник. Все хорошо. Первая игра была как бы тяжело. После такой большой предсезон, у нас получилась хорошая нагрузка, головной угрозки. Ну, хорошо, что выиграли сегодня положительный результат. Ваши вопросы? Добрый вечер, в Канаде. Добрый новичков. Ну и, соответственно, кто себя сегодня пытался проявить больше? Заслуженные игроки или все-таки новая кровь, молодая? Я думаю, что все хотели себя проявить одинаково, поэтому не было такого, что я сегодня там где-то не доработаю. Все соскучились по хоккею и как бы хотели выиграть сегодня и добиться победы. Еще, конечно, повторить вопрос коллег. Вы тренера спросили, как удалось сегодня не удалиться вообще там на виска. Какие-то были отдельные слова с разными там, перерывами? Да, особой установки такой не было. Просто я думаю, что все под нагрузками сейчас и такой резкости нет ни у кого в ногах. Поэтому у Ярославля было всего два удаления и у нас там, то есть за то, что не было, как бы аккуратно сыграли. Ну такой прямо акцент, никто не делал, чтобы не удаляться. Потрясающее взаимодействие с Завимом Ткачевым. Как отрабатывали уже это сочетание или если ста сыграли? Как бы своим, просто вообще третий день катаемся и только первая игра, поэтому какой-то ифории нет. Просто хорошо собираемся сегодня, значит, как готовились. Еще вопросов? Если вопросов нет, то за регионирование. Спасибо. Спасибо.